Креатив в бизнесе. Форум на эту тему впервые прошел в регионе. Мероприятие проведено в рамках реализации поручения главы государства. Главная цель – развитие креативной индустрии. Инициатором проведения форума выступила областная палата предпринимателей. На диалоговой площадке были собраны представители сфер медиа, кино, образования, индустрии моды и IT-сектора. Реализация креативных проектов – одно из приоритетных государственных направлений. В центре «Эктобэхаб» собрались представители различных отраслей и молодежь, которые пробуют свои силы в современных технологиях. Участники форума обсуждали новейшие тенденции в области медиа и цифровой культуры, современного искусства. Спикерам представили уникальную платформу для обмена знаниями и опытом. Сейчас каждый второй, в принципе, готовит контент. Но как его готовить, как оцифровывать его, всегда сталкивается именно с этими трудностями. Сегодня три спикера будут, которые как раз раскроют эту тематику. Потому что серик, к примеру, руководителем является IT-хаба, он знает все по оцифровке. То есть каким образом просчитать, к примеру, даже ту же таргетированную рекламу, которую мы запускаем. Мы же вливаем бюджет, а весь бюджет мы должны знать. Сколько закинули бюджета на таргетированную рекламу, какой отклик должны получить, какое количество просмотров и так далее. То есть какие-то навыки у начинающих СММщиков, маркетологов есть, но таких фундаментальных знаний у них нет. Есть у нас кинорежиссер Данияр, который говорит о том, как написать сценарий. Потому что сейчас молодежь, к примеру, обращается очень часто к GPT-чату. Туда проще закинул информацию и оттуда просто скопировал. Но при этом нужно уметь еще как-то правильно отредактировать, правильно фильтровать эту информацию и перекладывать на свой контент. В любой сфере бизнеса для предпринимателя очень важно формирование личного бренда. При этом улучшение имиджа бренда, привлечение новых клиентов, проблема, с которой часто сталкиваются маркетологи. В ходе форума была затронута тема, касающаяся данной сферы – брендинг. Проще говоря, брендинг – это лицо любого бизнеса, то есть логотип. В процессе его создания имеется очень много маркетинговых шагов, говорят специалисты. В брендинге есть много тонкостей, которые нужно учитывать для того, чтобы бизнес был успешным. В качестве примера можно привести Кока-Колу, которая имеет четко узнаваемый в массах название и логотип. В целом, следует сказать, что брендинг занимает важное место в структуре любого современного бизнеса. В настоящее время креативная индустрия ждет новых идей. Отметим, что прошедшие собрания являются первым и масштабным из форумов данной тематики. И в зависимости от возможностей региона, подобные проекты будут реализованы и в будущем. Владимир Федотов, Бадагод Сахиджанова, Жанадиль Сагиев, телеканал АКТОБЕ.